Привет дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, нахожусь сейчас в региональном Виндзоре и опять-таки поговорим о трудоустройстве, о том какие дополнительные плюсы вы имеете при своем трудоустройстве в Виндзоре. Вы мои студенты, вы мои друзья, а вы имеете плюсы. Я не говорю о том, что вы являетесь людьми, которые пока не говорят, выглядят абсолютно точно так же, как те люди, которые здесь живут уже веками, ну по крайней мере почти что 200 лет. Я говорю о том, что вы можете рассчитывать на мою поддержку и на поддержку местной власти. Я уже рассказывал, как это сделать, но до того, как вы обращаетесь к работодателю, вы можете, во-первых, просто физически подойти и две трети работодателей обращаются напрямую без всяких агентств. По крайней мере в Виндзоре так принято делать. И когда вы хотите устроиться на работу, я бы очень советовал вам сперва хорошо узнать, что за компания, кто здесь работает, познакомиться с людьми. Ведь говорят, что театр начинается с вешалки. То же самое с проходной, с обычных рабочих, обычных людей, которые в общем-то любознательны, интересуются, кто это такой. Пришел сюда устраиваться на работу. Вы можете познакомиться и если вы познакомитесь с этими людьми, они могут вам даже подсказать, что и как и даже в общем-то быть вам посредниками. Ну это регион, это Виндзор. Если вы хотите показаться местным, вы можете это сделать и это не сложно. Вы можете написать в своем резюме мой адрес и будете некоторое время, месяц-два получать почту, наверное, на мой адрес. Меня это, ну не думаю, что очень сильно напряжет. Хотя, конечно, если будут приходить вам какие-то штрафы, еще что-то, мне надо будет постоянно вас обзванивать, договариваться, когда вы это заберете. Потому что, соответственно, ваше водительское удостоверение, если вы будете иметь таковое и какая-то фотокарта, фотоиди, будут приходить, ну опять-таки, ко мне. Там будет указан мой адрес. Ну, в принципе, в принципе, это небольшая проблема, зато вы уже будете выступать как местный житель. То же самое вы можете заручиться поддержкой местной власти, уже будучи местным, и решать какие-то вопросы до того, как вы можете обращаться к работодателю. Это улучшит ваши шансы, потому что для местных всегда лучше условия. Безусловно, на многие работы вы можете попасть, если вы будете иметь full working rights, то есть вы будете иметь возможность работать full time. Но не всегда. И на некоторые работы, еще будучи студентами, вы можете устраиваться и по IBN, и устраиваться на part time, на 20 часов. И очень рекомендую вам это сделать, потому что вполне возможно, та работа, которой вы будете работать по time, станет вашей спонсорской, проспонсирует вашу региональную иммиграцию в Австралию. Этого никто не знает. Но, по крайней мере, здесь платят, и явно не меньше, чем в City. Даже вот простой магазин, вот как напротив сейчас находится, не то что за спиной, а именно вот напротив, вы это не видите. В этом магазине уровень зарплаты от 25 до 35 долларов в час. Вы знаете, в среднем получают 30 долларов. Это неплохо для продавца. Поверьте мне, это очень неплохо. И на вас не смотрят как на студента, на вас смотрят просто как на местного, который здесь живет. Кстати, английский язык вы тоже очень быстро освоите. И даже если эта работа временная, пока, то вы начинаете вращаться среди местных. Это очень небольшая территория, в принципе, и гарантированно тех людей, которые вам в действительности нужны, вы встретите неоднократно. Это людей, которые ведут свой бизнес, людей, которые забегают что-то перекусить, людей, от которых что-то зависит, от тот же самый член парламента и людей, которые работают в офисе. Это, если вы хотите, то это вы становитесь членами нашей белой мафии. То есть, мафия же не только отрицательна. Мафия это защита интересов местных. И вы становитесь местными, и ваши интересы тоже будут защищать. Поэтому, дорогие друзья, по совокупности факторов, я думаю, что вот такие маленькие районы, где можно стать местным, трудно, наверное, не до конца, и на это идут годы. Но стать человеком, который примелькался, и который, в принципе, уже не чурается, и которому будет отдано предпочтение по сравнению с теми новыми, которые выглядят не так, которые явно имеют не ту культуру, не так одеваются и не так говорят, а по большому счету не живут здесь. У вас будут преимущества, и по всей видимости, если других местных не будет, а их нету, иначе бы не давали объявления, то вы выиграете. А если вы выиграете, вы выиграете свое будущее, вы выиграете свою Австралию. Спасибо.